Казахстанский хоккей Я, кстати, до сих пор как-то не очень в этом верю Социальные сети программы «Головой облет» — это телеграм-канал, инстаграм-аккаунт и группа ВКонтакте в этот день работали просто как пулемет, выдавая вам свежие инсайды раньше всех в стране Поэтому, если еще не сделали это, то срочно подпишите, чтобы ничего не пропустить в будущем Она ждет жаркое время впереди Ну а сейчас в этом выпуске мы остановимся на главном из того, что произошло в центральной хоккейной команде страны И так или иначе отразится на всем хоккей Казахстана Ну, во-первых, ушли, а точнее их попросили сделать это Олег Болякин и Борис Иванищев Первый прошел головокружительный карьерный рост от специалиста уволенного из Би-Бориса и, по сути, безработного до тренера национальной сборной Казахстана и Бориса Но как будто свой потенциал в клубе он так и не реализовал Второго Бориса Иванищева сгубило излишнее желание власти Он бы мог сам красиво покинуть клуб Но пришлось вмешаться аж в Министерство спорта страны и единому оператору бюджетных средств Это они его вынудили сойти с дистанции Причем, как мне рассказывали сами хоккеисты Бориса, инкогнито, конечно Ушедшие функционеры активно цеплялись за власти и пытались остаться в клубе И даже, представляете, пытались собрать в последний момент подписи игроков в свою поддержку Как будто бы это что-то изменило или спасло ситуацию Ведь мы понимаем, что если за дело взялся лично новый министр спорта, шансов у них не было Соперик мастеровит и нас за эти ошибки наказывают Друзья, а сейчас очень важная информация Обязательно прямо сейчас подпишитесь на YouTube-канал Головой облет А также следом на социальные сети Головой облет Instagram-аккаунт с новостями о ваших любимых командах Группу ВКонтакте и, конечно же, Telegram-канал Головой облет Где вы найдете исключительно хоккейные инсайды о переходах, увольнениях и многом другом Для вас это сущие мелочи, а для меня огромный стимул двигаться дальше и радовать вас хоккейным контентом Каждая подписка и каждый комментарий — это огромная возможность выиграть редкий мерч клубов Бориса и сборной страны А разыгрываю я их регулярно И главное помните... Программа Головой облет в своих аккаунтах Еще раз призываю подпишитесь, чтобы ничего не пропустить Первый в стране сообщил о смене власти и третьем пришествии в клуб Нурлана Уразбаева Он, кстати, не лукавил, когда говорил, что думал над этим предложением целых три дня Это действительно было так Помимо него были еще кандидаты Их личности я подробно разбирал в телеграм-канале Головой облет Но Нурлан Уразбаев часто фигурировал в открытых письмах болельщиков, которые направлялись в министерство Он вызывает у них ностальгию по стародавним временам, когда клуб выходил в плей-офф Плюс его противопоставляли как достойного оппонента для старой школы Ну и самый-самый-самый важный фактор – это, как говорят, ослабление влияния на клуб экс-премьер-министра Оскара Мамина Ведь когда в Головой облет первой в стране вышла эта новость, болельщики со стажем были в шоке от этого инсайда И буквально закидали в комментариях вот такими сообщениями, намекая на холодные отношения между двумя этими личностями И что кто-то кого-то простил Еще раз повторюсь, Нурлан Уразбаев пришел в клуб от Министерства спорта и фонда единого оператора бюджетных средств Он сам, кстати, этого не скрывает и подтвердил на пресс-конференции Со стороны нашего фонда поступило предложение, мы встретились с министром спорта И мне сделали предложение возглавить хоккейный клуб «Борис» Мы понимаем, что этот человек от Министерства и будет теперь продвигать их видение и политику в клубе и всем нашем хоккее 56-летний уроженец Карагандинской области, вновь Карагандинской, хочу обратить внимание Эра Караганды не заканчивается в Борысе Нурлан Уразбаев уже два раза работал на должности президента Астанинского клуба С 2006 по 2012 год и с 2013 по 2015 Программа «Головой облет» я лично его не знаю, руку ему никогда не сжал, не общался и не владею большим количеством информации о нем Я начал гуглить его фамилию и вот какие статьи вышли в поисковике Вот такие заголовки мне попались на вершине поисковиков за 2016 год, например Судить о том, насколько это сейчас имеет значение для Борыса, насколько актуально, я не могу Поскольку не был в эпицентре этих событий в 2016 году Просто факт о том, что этот специалист ассоциируется у болельщиков не только с победами, но и вот с такими моментами и даже конфликтными ситуациями Кстати, ностальгия по лучшим временам – это был главный двигатель в пользу кандидатуры Нурлана Уразбаева и у болельщиков, и у спортивных функционеров Я очень внимательно смотрел и буквально изучал первые слова этого человека в клубе и отметил, что это очень образованный, воспитанный, умный человек Вот реально, без преувеличений На шестой своей работе я работаю учителем в школе и научился понимать такие моменты Он интеллектуал, хорошо поставленная речь, по жестам рук и тому, как он доносил информацию Я понял, что у него с деньгами и достатком все хорошо Но думаю, это и вы заметили, сколько в нем ностальгии по былым временам На прямой вопрос, почему главным тренером поставили голыма Мамбиталиева, он начал вспоминать его игровую карьеру и старые годы Хотя у Мамбиталиева есть и более свежие достижения, например, сохранение места в элите для сборной Короче, я боюсь, что в эпоху, когда везде требуются более свежие, гибкие, креативные менеджеры, которые шагают в эпоху со временем В Борис назначили Ретро Мана, который был в ресурсе в нулевых, а сейчас как будто подотстал немного Борис Иванищев был точно таким же Но это мое мнение, а вы напишите в комментариях, как вы восприняли новость о назначении Нурлана Уразбаева И что думаете по этому поводу? Плюс это для клуба, да, или минус для хоккея нашей страны А сейчас подробно остановимся на важных тезисах специалиста в первый день своей работы Это пресс-конференция с канала Борис ТВ, ссылку на полную версию оставлю в описании И вот тезис Уразбаева очень важный для меня, как для человека, который 10 лет освещает нашу внутреннюю лигу о легионерах Слушаем У нас мы говорим про проблемы по легионерам Я считаю, вот в заявке Казахстана из 30 человек, 30 взрослых и 10 молодых, 15 казахстанцев Но эти 15 казахстанцев, и как я вижу, они не основные игроки Это игроки пятых, четвертых игроков Я считаю, вот мы начинали лигу где-то нулевые, десятые Тогда просили, просили руководить и клубу, чтобы оставить там, нету игроков, да, нету игроков Мое мнение, мы должны лигу казахстанской закрыть полностью Она 100% должна быть казахстанцем И все вот в равных условиях, все клубы, это во-первых экономят деньги Они более дешевле Я не считаю, что должны только казахстанцы Тогда будет большой, они будут выстрелить Пускай будут моложе команды, но они будут прогрессировать Мы должны закрыть лигу Это мое личное Казахстанскую лигу только для казахстана Мы должны оберегать свой хоккей Ну тут 100% напряглась уже Федерация Хоккей Казахстана Вот я железно уверен, что они как раз-таки побаиваются Нурлана Уразбаева Ведь он как только освоится в Борисе, через год-два возьмется из-за них И вот попомните мои слова, мы еще увидим, как он меняет систему работы всей Федерации Хоккея нашей страны Я почему-то уверен, что министерство и завело его для этих целей в будущем Как противовес Федерации, да, по сути, ну, частной структуре С тезисом о том, что намат только для своих, я согласен полностью Это уже сегодня базовая команда национальной сборной страны И они должны, да не то что должны, они просто обязаны играть по одной клубной системе Детские составы Бориса, Снежки, Намат, одна система И в системе только казахстанцы Что касается всей лиги, Нурлан Уразбаев считает, что играть своими якобы дешевле И еще он сказал, что мы легко наберем 200 человек для нужд чемпионата Казахстана Это в 2024 году опять-таки большое заблуждение ретромана Видимо, он не знает зарплаты топовых казахстанцев в лиге Иначе бы он очень удивился Жалко, что там на пресс-конференции были в основном девушки Которые даже фамилию нового главного тренера не могли выговорить Были все те, кто смотрит только за Борисом Но абсолютно не смотрит наш внутренний чемпионат И когда Нурлан Уразбаев задал прямой вопрос Назовите мне игроков из внутреннего чемпионата Все молчали Конечно, они там вообще никогда не видели нашу лигу Не знают Я, увы, живу не в Астане И на эту прессуху меня, естественно, удаленно подключать никто не будет Борису этот кипиш не нужен Они лучше подключат других моих коллег Я бы назвал Нурлану Уразбаеву 60 фамилий Но не 200, как он сказал 60, 70 А вот хватит ли этого на всю лигу? Большой вопрос В пример Иртыш Там играли долгое время исключительно местными Клуб не может сейчас в 2024 году платить им конкурентную зарплату Они уходят в Орландии, Борис, Актобе, Ястребы И все Играть за копейки согласны только молодые россияне И то только потому, что они хотят продать себя в клубы, которые не обделяют бюджет области Идем дальше Будут ли местные прогрессировать? Тоже вопрос сомнительный Если все клубы лиги будут в равных условиях, тогда да А сейчас как получается? Вот живой пример Опять-таки возьмем Иртыш Три года играли только своими Три года на последнем месте Приезжает заряженный до зубов мастерами из России Кулагер И выносит повладарцев Счет страшный Парадокс Из 12 шайб на 2 клуба Только одну забросил казахстанец И тот из Павладара И пацаны мне сами признаются, что устали от этих постоянных разгромов Пропадает вера в себя И они хотят завершить карьеру в 17-18 лет Многие, кстати, так и сделали Поэтому предлагаю для всех клубов сделать равные условия Но опять же, вот сейчас вы можете возразить мне в комментариях Это спортивный принцип Это коммерческая лига И почему условные Кулагеры или Сараарка Должны страдать, что Иртышу из бюджета выделяют мало денег А им в разы больше Они могут себе позволить мастеров, а Павладар нет И вы тоже будете правы Это фундаментальная тема Которая начинается с детского хоккея Которую нам, всему сообществу хоккея Казахстана Надо решать всем вместе Все наши лучшие детские наставники уехали за границу Их надо возвращать А не хоккеистов, которые собираются возвращать Нурлану Розбаев Пусть Шутов играет у себя в Европе Пусть Михалис и Орехов феерят в металлурге Для нашей сборной это намного лучше Не о том вы переживаете Это получается реально популистские были высказывания И даже один действующий хоккеист сборной Казахстана Причем супер известный и авторитетный Сразу написал мне после интервью нового руководителя Бориса Что это было, цитата, кликбейтное интервью Цель которого завоевать сердца болельщиков Напишите в комментариях свое мнение по этому вопросу А сейчас просто отрывок из моего интервью с воспитанником Учкоминогорской школы, тренерской Наставником Артемом Маргоковым Как всегда головой облет, в отличие от других Ну, обтекаемых программ Задал ему прямой вопрос о легионерах и наших пацанах И получил прямой ответ в продолжении темы о легионерах и наших пацанах Я у всех наставников и игроков спрашиваю такой момент Активно обсуждаем регламенты, лимиты и все-все прочее Вот сегодня, да, было заброшено 12 шайб, по-моему, 12 И только одну забросил воспитанника астанского хоккея Вот о чем это говорит в целом? Наверное, не умеют забивать Ну, я думаю, знаете, здесь, наверное, смотреть надо Такую проблему еще больше Потому что развитие детского хоккея находится Не на очень высоком уровне Ребята, которые приходят в молодежный хоккей А потом уже в основную команду, они не обучены Только мастерству, наверное, они и тактики не обучены И с катанием проблемы, и с техникой водения клюшкой Поэтому из-за этого, я так считаю, что уровень пацанского хоккея падает За скобками темы легионеров стоит главный Борис Он выступает в коммерческой лиге За точные на просмотры, посещаемость и прибыль И, конечно, для самого клуба Логичнее бы иметь хотя бы пятерку легионеров в топ-уровне Нужен ли КХЛ клуб Аутсайдер? Мальчик для битья Нужен ли болельщикам клуб Аутсайдер с большим бюджетом? Вот именно по этой теме В сторону Нурлана Уразбаева В первые часы вылилось очень много хейта Давайте посмотрим, что пишут простые болельщики Со всей страны по этому поводу И на страницах головой облет И на страницах клуба в социальных сетях Просто вот чисто рандомная подборка самых первых сообщений И таких комментариев там сотни и сотни Сами зайдите на страницу Бориса и все увидите Я только верхушку айсберга собрал Сам приход Нурлана Уразбаева Болельщики восприняли просто шикарно 90% позитива на 10% негатива Но его первые решения, мягко говоря, повергли народ в шок Это касается отправки домой всех легионеров Народ заступился за Маклауда и Апалькова Последний вообще в свои 40 лет по соотношению цена-качество был в топе Ну и, конечно, назначение Голыма Мамбиталиева сразу на позицию главного тренера Такое даже головой облет не мог представить Это огромный резонанс Вот представляете, еще летом Голымба Убекович по сути был без работы И мог возглавить фейковую команду из Ташкента Бургут Бургут! А сейчас он надежда всего казахстанского хоккея Я безумно уважаю, ценю этого тренера, он реально крутой Но он, очевидно, пока не умеет строить отношения с игроками экстра-класса Он шикарно работает с молодежью, которая его слушает и внимает Его боятся многие опытные игроки, которые уже поездили по другим клубам Посмотрели на современный мир, а не боятся его предсезонок Мне рассказывали представители того же самого Бургута Что летом хоккеисты звонили им в команду и говорили Если будет Высоцкий, мы приедем Если Голымба Убекович, то нет Все боятся его предсезонки Я сам-то ее, конечно, не проходил, поэтому ничего сказать не могу Просто вот такой вот факт У Голыма Мамбиталиева контракт на три года – это верное решение Чтобы построить что-то действительно стоящее, нужен не один сезон Как было у Скобелки во второе пришествие И не один месяц, как было у Немировски Говорю это, аж смешно становится Человека выпнули просто сразу Три года – это отлично Причем со сборной он работать совершенно точно не будет На это от руководства ему полный запрет Но теперь как быть с и так полупустыми трибунами Бары с ареной Как быть с тем, что болельщики хотят шоу Хотят эмоции Ведь хоккей – это возможность для людей после длительного рабочего дня Получить заряд эмоций и отдохнуть от рутины Да, у нас есть уникальная история Опять-таки РТШ, где на клуб Аутсайдер, играющий с своими воспитанниками, приходят болельщики Но это регионы и люди в Павлодаре золотые, неизбалованные шоу А в Астане сколько у хоккея конкурентов Кино, спектакли, да и многое другое В общем, давайте честно Интерес к хоккею у нецелевой аудитории, если там не будет звезд, в целом упадет Вот вам живой пример, на каких видео болельщики стали отмечать головой облет Ну что, для всех болельщиков, Борис, сегодня прекрасный день, шикарные новости Мы узнали, что наша команда в ближайшие три года не вылезет с этого дна просто Сейчас я позвонила, чтобы сдать наши два абонемента В итоге нам отказывают в возврате Хотя абонементы должны, так как они рассчитаны на длительный срок И если меня не устраивает качество данной услуги То я имею право запросить перерасчет Они их воспринимают как билеты и говорят Вернуть невозможно, если прошло две недели Боже мой, дети, отмечу свои паблики, за которыми слежу Которые все время комментируют Я надеюсь, что вы как-то осветите данную проблему И чтобы нам в ближайшее время сделать возврат абонементов В лиге, которая наша, казахстанская Я болею за команду Кулагер Потому что я рода из Петропавловска И если вы переведете Кулагер, то пожалуйста Я могу ходить на эти игры по этому абонементу дурацкому Но это вообще жесть просто Я согласен с новым руководством Бориса Нам нужны сильные казахстанские хоккеисты Это факт Время пришло, шлак нам не нужен Но тогда, если мы отказываемся и от топ-легионеров То тогда давайте в школах Не как урок, а как спецурок Как факультатив типа шахмат Ведем хоккей Пусть и на паркете, но базовые навыки Давайте сделаем вход на хоккей по всей стране Включая Борисы сборную бесплатным Давайте сэкономленные на легионерах деньги Направим в Дю США по всей стране Пусть детям закупят форму, клюшки, коньки Куда пойдут эти деньги? Давайте откроем любительские ночные лиги Лиги по слэдж-хоккею для паралимпийцев Пусть наши казахстанские дети-хоккеисты Отправляются по всему миру в лагеря подготовки В США, Канаду, Россию На эти деньги Если так будет, то я первым Первым за чемпионаты Борис без единого легионера Как думаю и многие из вас Зрители головой облет Напишите в комментариях Согласны ли вы со мной А то сейчас Борису, конечно, легко рассуждать Ведь они собирают всех лучших из регионов Все деньги аккумулируются в Астане У них бесплатное питание, форма А что есть в регионах? Полуразрушенные катки? Уже на этой неделе я отправлю большое количество подарков и призов Для зрителей программы головой облет Всех тех, кто оставлял топовые комментарии под выпусками И у вас есть возможность забрать призы и подарки Поэтому активнее оставляйте комментарии Давайте в этом выпуске, конкретно вот в этом выпуске В комментариях разыграем классную зимнюю шапку Хоккейного клуба Торпеда Так что успейте, забирайте ее, пишите абсолютно любые комментарии Вот таким получился экстренный выпуск головой облет Честно сказать, не планировал его Но ситуация в Борисе Даллет переворот, революция Конечно же, вынудили меня выйти в эфир И сказать свое авторское мнение по ситуации Надолго не прощаемся Увидимся уже через неделю Меня зовут Артем Буланов За камерой Евгений Лежнин Виртуально жму руку каждому из вас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok